Вишни расцвели, не открыть мне сегодня книгу, буду наслаждаться наливкой. Приветствую вас, пестрокрылые богомолы! С вами Грандмастер Федорович. А пока мастера употребляют все лучшее, что у них есть, подпишитесь на канал и готовьтесь. Выходила, песню заводила, про секрон, просила вам, про того, которого любила, про того, чьи лично пела. Нет! 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 Как говорится, вечером пьяница, утром лентяй. Но это не точно, ведь иногда вечерний пьяница может на утро понять, что душа требует продолжения банкета и, затянув в великолепном сопрано лучшие душевные песни, выйти во двор, ну или на крайняк в гаражи, где всегда найдется парочка-другая лучших бойцов района, на которых можно отработать секретные и невероятные техники боя. Конечно, этот мастер далек от легендарных алкониндзей, но тоже кое-что умеет. Особенно если учитывать, с какой жестокостью и точностью на него нападают ученики, делая молниеносные сокрушительные удары, не оставляя мастеру даже шансов на поблажки. Я уже молчу про то, как мастер великолепно и грациозно уходит от прохода в ноги, ведь любой ученик мог его тупо схватить за камуфляж, дающий сил учи, и повалить на пол, где остальная толпа его уработала бы футбольными ударами. Но этого не происходит лишь благодаря супермастерству грациозного танца сенсея. Доброго дела не откладывай, а с хорошим ударом не затягивай. Особенно когда дружбан просит тебя об этом сам. О, прописал. Вот. Естественное движение. Прокатил. Плети, да? А чтобы мне плети сделать, наверное, тело правильно становится. Ноги, ступни, каждый сыр палец. На тот момент вообще. Капец, что-то вылетело здесь. Вот. Вот такой момент. Вот ты. Я тебя прям по этим бью. По сискам больно, да? Не, оно не больно, Анатольевич. Заходит, оно проникающее. Оно аж туда. Это проникающее. Архазм. Лежи, лежи, выносай. Это как будто берешь, надо проникающее сделать. Лежи. А я вот, это проникающее. Добро, сделанное втайне, вознаграждается вдвойне. А бойцы, обученные секретным мастером, секретным техникам, в секретном кабаке становятся мощнее вдвойне. Этот проникающий удар, который так любит делать мастер, действительно опасен. Ведь его можно делать не только руками, но и другими органами и в других местах. Например, в баньке. Именно поэтому все ученики мастера дрожат от ужаса, когда он выбирает себе помощника, чтобы показать проникающий удар. Но, конечно, есть и такие, кто ездит за сотни километров на тренировку с цветами, лишь бы насладиться всем этим действием и стать первым учеником. А из этого видео вы узнаете самые глубокие тайны самого смертельного боевого искусства от самого седовласого мастера. Обыкновенная скакалка, но она самодельная. Деревка очень прочная и капроновая. Концы вместо деревянных ручек и пластмассов эбонитовые, тяжелые и очень прочные. Это является самым эффективным оружием-компетахол из холодного. С ним не может сравниться ни нож, ни нутяки, ни другой инструмент. Даже от сапли можно обвиться. И в том числе и пистолет. На расстоянии до 4 метров для огнестрельного оружия. Как это выполняется? Вот, берете, обхватываете, захватываете. Надо брать так, чтобы расстояние было не очень большое. Какое должно быть? Вот, захватывая, оплетаю. Вот, чтобы когда крутишь, вот тут проходила она. Показываю работу. Стоит определяем. Подумав, решайся А решившись, не думай Вам нужно делать точно так же Посмотрели? Не думайте Взяли скакалку? Делайте Я понимаю, ваш шок Такой техники вы никогда не видели И навряд ли увидите Ведь уйти от пули с помощью этого снаряда Для убийства очень просто А значит скоро Все армии мира повыбрасывают Эта огнестрельную хрень И перейдут на скакалки Так что будь первым Бери две палки, перевязывай веревкой И в бой на гопоту с ножами и травматами Победа тебе обеспечена Пока ведьму не трогаешь Она не проклинает А пока на мастера не смотришь Будешь жив Но это не точно Ведь энергия силы чей Может тебя поразить Даже когда мастер Просто делает зарядку Защитно Ногару делаем Раз, два Переваживаем С такого положения Ставим перед ногу сюда И на носке Ноги скользят Делают подсечку Или удар Удар От так Вот так Вот так Вот так Удар Или Пошли Можете ходить в вашу с Cherno Можете ходить в вашу сторону Удары наносятся Хайто И весуто Наносятся Сюда 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 гораздо проще, чем разобрать молниеносные движения мастера. Поэтому пересматривайте видео, замедлив его в 10 раз. И то это не гарантирует вам понимание его движений. Ведь не каждый сможет понять, зачем учитель падает на спину и дергает ногами. Или куда он машет ровными руками, кружась в танце, как мастеровитая балерина. В общем, у несмышленых учеников вопросов всегда больше, чем ответов. Поэтому не пытайтесь понять. Нужно просто постичь суть бытия и наслаждаться тем, что понимаете, принимая то, что не осознаете. А из этого видео вы наконец-то узнаете, как не бояться за свое хозяйство, какие бывают тренера и как можно заниматься, вообще не имея никакого снаряжения. Когда ты настолько крутой мастер, что даже нежная ладонь ученика-красавца на твоем хозяйстве тебя уже не смущает и не возбуждает, ибо проделано это не одну сотню раз, все, что остается, это пробовать более серьезные техники из разделов 3Х на запрещенных сайтах для мальчиков. Хотя зачем вообще нужна эта техника, я не знаю. Наверное, на этого учителя всегда нападают с захвата яиц, даже гопники в подворотне. Поэтому, если у вас так же, практикуйте. Под ногами того, кто несет фонарь, всегда темно. Также и спортсмены, мотивирующие своим примером, всегда будут подвергаться критике. Боевые искусства – это не шутки. Это стиль жизни. Как небесный богомол, невзирая на густую траву, все равно словит и уничтожит кузнечика, так и этот мастер, несмотря на то, что ближайший зал за сотни километров, а всех напарников для тренировок он перебил еще в прошлую субботу в местном клубе на танцах, находит способ и возможности для тренировок, делая свое мастерство еще смертоноснее и эффективнее. Подписывайтесь на канал и пишите в комменты. Вы первым делом пойдете к соседу практиковать захват паха или отлупашите диван. Благодарю за просмотр. Вчелк! Продолжение следует...